Привет друзья! Когда речь заходит о самых свирепых и опасных животных, большинство невольно вспоминает о медведях, львах, акулах, крокодилах и других крупных представителях дикой природы. Но мало кто знает, что настоящая свирепость не зависит от размеров, длины зубов или остроты когтей. И совсем скоро вы в этом убедитесь, ведь герой сегодняшнего выпуска, несмотря на скромный рост и вес, всегда готов к отчаянным схваткам с любым противником. Его не волнует, что цель в 5 раз крупнее. Ему не страшны ни волки, ни медведи. Вы на канале «Время с пользой» и сегодня поговорим о бесстрашном родственнике медоеда – Росомахе. Росомаха – крупнейший представитель семейства куниях, за исключением морского бобра и гигантской выдры, но это скорее водные обитатели. Длина тела животного достигает 105 сантиметров, а вес колеблется в пределах 9-19 килограмм. По внешнему виду напоминает что-то среднее между медвежонком и барсуком. Как и многих других представителей куниях, Росомаху отличает небольшая голова, короткие округлые уши и большие острые как бритва зубы. В отличие от своего родственника медоеда, облюбовавшего жаркие страны, Росомаха обитает в холодных областях Европы, Азии и Северной Америки. Длинная и густая шерсть позволяет животному с комфортом переживать сильные морозы, а широкие лапы, похожие на медвежьи, помогают быстро перемещаться по снегу. Максимальная скорость зверя может достигать 48 километров в час. Впечатляющий показатель для относительно небольшого хищника. Также Росомаха с лёгкостью лазит по деревьям. Каждое животное имеет собственную территорию, достигающую 2000 квадратных километров. Этот зверь одиночка и встретить его не так-то просто. Росомахи избегают мест, заселённых человеком, но наряду с осторожностью это крайне дерзкие звери, которые не терпят конкуренции и ни с кем не считаются. Давайте же посмотрим, на что способна Росомаха против других животных. Голодная Росомаха решается на действительно отчаянные поступки. Например, в этом эпизоде бесстрашное животное вступает в схватку с волком за пойманную им добычу. В ход с каждой из сторон идут острые зубы и когти, но никто не хочет уступать. Росомаха мастерски удерживает волка, не давая ему воспользоваться зубами. Кроме того, она находит самое уязвимое место и кусает волка прямо в нос. Ожесточённое противостояние длилось несколько минут. Удивительно, но волк, значительно превосходящий по размерам и силе, так и не смог одолеть Росомаху. Изрядно потрёпанный зверь отступает, бросая добычу, а Росомаха, как ни в чём не бывало, приступает к трапезе. Этому бесстрашному животному хватает наглости отбирать пищу даже у стаи волков. Разумеется, они хотят проучить непрошенного гостя. Но встречают жёсткий отпор и бросают добычу, за которую тут же принимается голодная Росомаха. Зачем охотиться, когда можно просто отобрать уже пойманную добычу? С такими мыслями Росомаха без труда крадёт добычу лисицы, которая даже не решается заявить свои права. Пума. Грозный охотник семейства кошачьих. Но, кажется, голодную Росомаху это совсем не волнует. Ведь для неё это словно прогнать котёнка. Пума понимает, что с таким дикарём лучше не связываться и отступает. В местах обитания Росомахи нередко случаются сильные снегопады и даже сходы лавин. При этом многие животные оказываются в ловушке, погибая под толщей снега. Нос этого охотника отличается поразительной чувствительностью, что помогает вынюхивать не только добычу, но и животных, погребённых заживо. Росомаха может учуять запах мяса на глубине до 6 метров. Поиски замороженной пищи позволяют этому животному экономить энергию. Как видите, ему улыбнулась удача. Другие хищники не обладают столь чутким обонянием, но на лёгкую добычу могут подтянуться нежеланные гости в виде сородичей. Зубы и когти обнажаются в яростной битве за ужин. На этот раз защитнику удалось отстоять свою находку. Мощные зубы способны переламывать даже кости и копыта, поэтому не волки, а именно росомахи считаются главными санитарами леса. Ведь они отличаются отменным аппетитом и едят больше падали. Но эти животные способны не только отбирать пищу у других и отыскивать падаль, но и вполне успешно охотиться. При этом размеры жертвы мало заботят росомаху, ведь она способна напасть даже на оленя. Последний изо всех сил пытается сбросить нападающего. И ему это удается, но росомаха уже не отступит. Она повторяет свой трюк, впиваясь острыми когтями и зубами в голову жертвы. В конце концов, обессиленный олень падает, и его дальнейшая участь предрешена. Кстати, пойманные росомахи быстро привыкают к человеку, теряют свою агрессивность и становятся совершенно ручными. В дикой природе продолжительность жизни животного редко превышает 10 лет, а в неволе может достигать 17. Как вы могли догадаться, естественных врагов у росомахи практически нет. Ведь мало кто захочет связываться со столь агрессивным животным. Хотя попытки бывают, но природная осторожность позволяет росомахе избегать ненужных стычек. Главный враг этого животного – голод, от которого нередко гибнут молодые особи. По закону природы, выживают сильнейшие. По примерным подсчетам, в мире живет около 30 тысяч росомах. Будем надеяться, что численность этих удивительных животных сохранится хотя бы на современном уровне. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк, если выпуск был для вас интересен. Спасибо за внимание и проводите время с пользой. Всем пока!